следующий блок вопросов связан все-таки еще с одной горячей темой это новый губернатор или временные исполняющие обязанности губернатора вот эта тема хотелось бы с вами поговорить губернатора мы получим только до сентября 14 с этим связан мой первый вопрос как специалисту по выборному процессу как вам кажется вот тот безумный безумный чеченский процент который показала единая россия на выборах в областную думу вот мне кажется он сыграет в огромный минус любому человеку который будет выбираться губернатором сентябре следующего года потому что еще раз так переломить область уже не получится а меньший процент но будет наверно расцениваться как неудача я честно говоря не знающего такие предположения вы делаете ну это мой как удача неудача в моем представлении человека который занимался выборами профессионально для с учетом своей предыдущей должности в избирательной комиссии ивановской области я хочу сказать что победа это победа независимо от того проголосовали за победителя на выборах губернатора ивановской области 99,9 процента принявших участие голосовая в голосовании или проголосовала 50 процентов принявших участие в голосовании плюс один голос может быть важно не нет никакой юридически и история не зрения чески я про из родины зрения из точки зрения политических последствий никакой разницы нет абсолютно это первое второе значит я не вижу никаких оснований к тому чтобы воспринимать результат голосование за всероссийскую политическую партию единая россия на выборах 8 сентября в ивановскую областную думу как некий фантазгареми фантастический результат или какой-то там невозможный в чечне было что но что собственно говоря что собственно говоря удивлять но за понимаете на на всех мил не будешь до журналисты рассуждают на вопросы о том насколько легитимна власть сформирована на таких выборах но при этом почему-то и в пример приводят как правило развитой демократии вот где-то там германии где-то там во франции но почему-то упускаются из вида такая развитая деталь как соединенные штаты америки где на выборах мэра нью-йорка принимают участие в голосовании меньше тридцати процентов мы слышали уже эту риторику я не это не риторика это факты это факты и при этом победитель там пригравшего кандидата обходит на несколько десятков голосов это никого не удивляет все говорят власть легитимная а в ивановской области почему-то даже явка свыше тридцати процентов недостаточное основание для легитимности или там я задавал я задавал вопрос ложка другом по-другому тогда спрошу вот а как вы думаете тот же коньков он может взять и пойти не от единой россии а сам выдвиженцем но поле ксич на этот вопрос уже ответил то есть он идет с единой россии я вижу я как бы считаю что полу алексеевич коньков ответственной политикой если он публично такое заявление сделал то конечно он будет участвовать во всех процедурах партийных связанных с выдвижением кандидата на выборах губернатора ивановской области а я напомню это прежде всего процедура праймерис то есть три партии будет дискуссия это однозначно ну мы слышали эти дискуссии да есть такая информация в москве прошел съезд справедливой россии в кулуарах которого опять же обсуждался вопрос что справедливо россом после того как миронов снова помирился с путиным отдадут одну из область областей цифра и обсуждалось что на губернатора не исключено что будет выдвигаться андрей озеров в дф1 области жениться ну вот еще и в цифру говорят но это одна бабка вот мне рассказала я вам транслирую как вы расцениваете вероятность того что в конце января нам могут сказать что нет у вас будет другой исполняющей вероятность до нулевая отлично не нравится когда эти короткий ответ ну тогда а полу алексеевича но заметьте заметьте вы спросили в конце января я вам ответил а то есть если будет вначале вы скажете все как бы все ждали все равно что будет варяг и многие ждали хорошо вы не ждали я знаю что вы знали что будет варяг и сообщество так но очень позитивно восприняло то что нам назначили его местного связи с этим вот вопрос когда на этого местного накладываются какие какая-то прошлая история вот как вы думаете у любого человека ведь есть какие-то старые воспоминания в том числе обиды там еще что-то сможет полу алексеевич забыть вот какие-то вещи и преодолеть их и не вывести отношения с фаминым вот с александром германовичем который в свое время руками которого он лишился поста председателя думы смогут ли они нормально продолжить работать на благо в общем-то региона как бы громко это не но я ответ на этот вопрос следующим образом построить ну во-первых всякий ответственный политик которым я безусловно поле к сечу конькова отношу конечно должен всегда помните пословице кто старое вспоминет тому глаз то есть я не думаю что поле к сеч вспоминая там какие-то эпизоды собственной политической карьеры будет выстраивать или реформировать политическую систему ивановской области я думаю что опять-таки это мои предположения то есть я же меня интересует да я я же могу в моем представлении павел алексеевич собственно свое слово сказал когда назначил александр германовича фомина вице-губернатором ивановской области заметьте павел алексеевич поступил предельно открыто и предельно порядочным потому что сам то он является временно исполняющим обязанности и уж я как бывший руководитель аппарата правительства прекрасно знаю что ничто не мешало павел алексеевичу назначить исполняющего обязанности вице-губернатор но он этого не сделал он подписал указы он подписал указы назначение вице-губернатор ивановской области поэтому в плане взаимоотношений двух руководителей правительства ивановской области я думаю что павел алексеевич конечно будет прилагать усилия к тому чтобы это были конструктивные ровные рабочие отношения но с соблюдением той субординации и иерархии которая законодательством определена павел алексеевич исполняет обязанности высшего должностного лица александр германович фомин является вице-губернатором который подчинен высшему должностному лицу и обязан реализовывать те основные направления политики которые высшим должностным лицом формируются что называется вашими боксами да мед дупить тогда следующий вопрос восемь лет назад перед тем как михаил умения назначили губернатором к нам в область с ивановской элитой проводили некие консультации люди ездили в москву с ними разговаривали в этот раз тишина изменилась вертикаль устройство вертикали изменилось или у нас элиты не стало изменилось законодательство когда в 2005 году в область пришел михаил александр чмень то губернатор ивановской области наделялся полномочиями по представлению президента депутатами законодательного собрания ивановской области это было действующее законодательство теперь законодательство изменилось высшее должностное лицо любого субъекта в том числе ивановской области приходит на свою должность через выборы и президент принимает решение по назначении временно исполняющего обязанности только на период до выбора это достаточно небольшой период пусть даже это 11 месяцев но поверьте что мне как человеку который имеет все-таки опыт работы во властных структурах это очень небольшой промежуток очень небольшой промежуток 11 месяцев для человека работа которого настолько масштабно целый субъект российской федерации поэтому в данном случае президент российской федерации определил с его точки зрения оптимальную кандидатуру которая сможет организовать управление области до выборов а далее в выборах на выборах избиратели ивановской области сами определяют кто собственно будет губернатором ивановской области далее они его и выберут ясно но вот вы один из архитекторов той политической системы которые последние восемь лет в области сложилась системе там сдержками противовесами да как член командовать михаил александрович а как вы думаете вот именно эта система сложившиеся за 8 лет удержится или будут какие-то перекосы в сторону должностей фамилия знаете отвечу по-подески а вы сами верите в то что она может сохраниться хорошо тогда последний вопрос вот в последние восемь лет выстраивая эту систему вот сейчас вот так глядя на этот путь до вы уверены что вы что-то сделали правильно нет ли желания вот вернуться и что-то переделать или может быть я честно я честно отвечу и не один раз оглядывался в прошлое и анализировал и глядя в камеру и вам в глаза могу сказать абсолютно честно полагаю что все решения которые были приняты это были оптимальные решения я не говорю что они были самыми лучшими но это были оптимальные решения на тот момент когда они принимались давайте вспомним принципиальное решение да мы касательно муниципалитетов мы изменяли систему формирования органов местного самоуправления по-разному можно обращаться уже по-разному можно относиться но сегодня сегодня оглядываясь в прошлое мы видим что 2008 год 2009 год критические годы когда провал был в областном бюджете когда провал был в экономическом развитии мы все это ощутили тем не менее никаких срывов не не случилось никаких срывов не случилось это первое второе когда мы говорим о системе при которой было было выстроено такое взаимодействие что региональное отделение политической партии парламентского большинства стало самостоятельной силой понимаете не какой-то карманной конструкции которую кто-то мог доставать в определенный момент добиваясь каких-то целей а системно работающей организации на мой взгляд абсолютно правильно было и сегодня то что переход власти произошел без сбоев плавно михаил александрович мень оставил должен спал лексич коньков принял должность область продолжает жить и развиваться без катаклизмов без каких-то срывов в том числе обусловленные тем что есть очень надежный политический фундамент для сегодняшней власти власти большинства региональное отделение единой россии поэтому в этом плане в этом отношении я полагаю что все решения которые были приняты за восемь лет Михаила Александровича меня за восемь лет губернаторства Михаила Александровича меня это были оптимальные решения и мне не стыдно за то что я принимал участие в формировании этих решений Виктор Владимирович спасибо это все я напоминаю что сегодня хотел сказать у нас был в гостях мы были в гостях у Виктора Владимировича Смирнова нового председателя областной думы это все сегодня надеюсь что мы еще с вами не раз встретимся до свидания до новых встреч всего доброго Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова